Я сейчас вам такое покажу, вы офигеете! Не знаю, когда он подарит, правда, да. Но пахнет, он вот прям стоит. Сейчас будем расставлять. Шли в спортмастер, в итоге мы купили быстренькую распаковочку. Фигушки! Сейчас я заполню как раз-таки. Ребята, дорогие мои, всем привет! Это новый влог. Просто! Я сейчас вам такое покажу, вы офигеете! Тык-тык-тык-тык! Блин, ну что, поняли, что это? Блин, распаковка золотого яблока, хотела сказать. Распаковка с ВБ, и это просто трэш. Мне сейчас это предстоит все убирать. Вот, чтобы вы понимали, насколько распаковки это делает такое. Снять-то вроде и недолго, но потом вот это вот все... Это, конечно, пипец. Вот, но надеюсь, что вы уже посмотрели это видео, потому что оно вышло до этого влога. Ах, сейчас мне это все придется убирать. В общем, вот такое начало влога. Блин, на самом деле я хотела с вами какие-то вещи, штучки, да, протестировать. Ну, как протестировать? То есть разложить вместе с вами, посмотреть вообще как, что к чему. Ой, на эту уборку, конечно, блин. Ой, туда же еженедельник упал. Кстати, очень прикольный еженедельник я заказала. Вообще все артикулы я оставила под видео с распаковки ВБ. Если вам что-то даже понравится вдруг, или вы присмотрите, то можно там найти артикул. В общем, я его так давно хотела, ждала. Самый прикол в том, что я снимала... То есть сняла это видео намного позже, чем могла. Потому что у меня было куча дел. И из-за этого я не могла какие-то вещи. Допустим, оги, которые я заказывала, я не могла их поносить. Еженедельник, допустим, я хотела в новогодние каникулы еще заполнить. Но так как он у меня долго шел, потом еще надо было дождаться распаковки. В общем, только сейчас я могу наконец-то его начать заполнять. Вот, поэтому... Ну да, хотя бы в январе я его начну заполнять. Короче, очень прикольный. Всяких штук очень много. Да. Ну, в общем, я это в распаковке показывала. Вот, но я хочу... Это, кстати, на месяц у нас. Вот, еженедельник. Я уже думаю, что сегодня у нас... Что, сегодня у нас суббота? Да я уже начну с понедельника спокойненько заполнять. Новенький. Блин, это так круто, когда что-то новенькое, блин. Просто моему же недельнику прошлому, я не знаю, уже года полтора, может быть. Вот, поэтому какие-то такие новые штучки, конечно, очень даже вдохновляют. Сегодня я хотела, кстати, еще сходить в мои документы. Кстати, Айдар, сколько времени? Не подскажешь? А, блин. Мы уже не успеем. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас будем с вами убираться. И вот эти штучки я хочу вместе с вами посмотреть, как вообще они залезут в те контейнеры. Ящики. Контейнеры. Блин, я уже после распаковки это забалтываюсь. И что я еще хотела. А, сегодня мы пойдем покупать подарок. Маме Айдару, в общем, нужно купить на день рождения. Хочу еще потом бумагу упаковочную прикупить и зайти в лютуарь. В общем, день у меня сегодня вообще капец насыщенный. Если еще успею, то буду монтировать. Короче, я почти все разобрала. Здесь мусор со всеми этими коробками. В общем, осталось совсем чуть-чуть. Помыла уже и коврик, и эти все штучки. Сейчас мы их протерем. И будем вот эти, вот эту всю мелочь раскладывать. О, еще не вытащила. И вот эти приборы тоже будем раскладывать во все вот эти ящики. О, это тоже надо все вытащить. Короче, это будет храниться все не здесь. Сейчас вытащу. И вот этот контейнер тоже помыла. Сейчас мы его, в него картошку положим. А это все я на стирку отправлю. Блин, на самом деле я так расстроилась. Заказала серый цвет, извините меня. Где вот, вот, где тут серый? Это, блин, синий какой-то, голубо-серый. Ну, это не серый. Вообще, не знаю, не очень подходит под мою кухню. Ну, ладно, будем пользоваться этим. А, это этот контейнер принес. Его тоже сейчас вот протеру. И это, положим сюда картошку. Короче, чтобы все было побыстрее, вытираю сухой салфеткой. Просто хочется уже все разложить и пойти по другим делам. Вот. А так все я оставить не могу. Хочется сразу все сделать, чтобы потом этим уже не заморачиваться. Ну, кстати, по-моему, коврик смотрится прям симпатично. Просто по цвету, по цветовой гамме, прям вообще отлично встал. Это размеры тоже неплохо. План, наверное, там не видно, да? Я чуть позже вам покажу, как это все будет. Как это у нас выглядит. Но, скорее всего, вот этот контейнер я хоть и вытеру, возможно, еще оставлю посушиться, и потом только заполню его картошкой. Картошка у меня, кстати, пока в холодильнике лежит. Но, на самом деле, это не очень хороший вариант держать картошку в холодильнике, потому как там выделяется вот этот крахмал. Ну, в общем, если короче поговорить, то там, типа, больше углеводов выделяется, сахара какого-то. Короче, картошка становится не очень диетическая для нас, для девочек. Вот, поэтому я отдельно. Ну, и как бы мне хочется тот контейнер, который в холодильнике, использовать, допустим, под другие фрукты, а он в итоге у меня заполнен полностью картошкой. Вот. А на балкон, как бы ее не вынесешь, она там полностью замерзнет, испортится. Пока поставлю сюда, потом уберу. И сейчас вытерю вот эти. Так, где мне салфетки? Я такая, конечно, еще бутная сегодня, такая, блин, потому что тысячу и одно дело. Мне надо все это быстрее успеть. Короче, я утерю сейчас эти штучки, мне главное вот это все заполнить, посмотреть под размером подходит, не подходит, потому что под наши вот эти выдвижные ящики очень сложно было найти какие-то контейнеры. так как у нас вот это расстояние, вот именно вот этой кухни, они стандартные, оно намного уже, но специально так и сделали, чтобы потом туда побольше круглый стол у нас вошел. Вот. Поэтому вот тут если расстояние у нас стандартное, с этой стороны, то с этой стороны намного уже. Ну, мне на самом деле так удобнее, но, блин, этот контейнер было сложно, конечно, найти. Поэтому мне пришлось заказать аж две штуки, потому что вот эти, по сути, не знаю, понадобятся мне вообще здесь или нет. Вот. Сейчас, в общем, посмотрим все. В итоге я все вытерла, сейчас будем выставлять. Вот, кстати, коврик, по-моему, очень хорошо так вписался, ну, неплохо, скажем так, под цветовой гамме тоже вроде бы хорошо. В общем, здесь, я думаю, будут у нас всякие вилки, ложки, вот эти ножи и так далее. А вот здесь будет вот эта вся ерунда, наверное. Только я не знаю, вот этот сам кругляшок под что использовать. Я думаю, сначала под кисти. Но потом, если я буду это использовать под кисти, то, короче, кисти, типа на них пыль будет упадать, и это не очень как-то гигиенично, что ли. В общем, потом я думала под помаду или так далее использовать. Но, в такой стране, у меня их не так много, чтобы их сюда всекать. Короче, не знаю, напишите-ка, чтобы вы использовали этот красивый стаканчик. Потому что я пока еще не придумала. Вот. А для чего я изначально его покупала, я тоже не помню. Наверное, просто потому, что он был красивый. Так, ну, в общем, вот такая история у нас получается. Ну, по-моему, даже и неплохо. То есть, вот этот ящик, по сути, он будет редко открываться. И вот эти вилочки тоже редко пользуются. не такие, ну, типа торти кушать. Какие-то такие изыски. Вот. А этот уже более чаще. Тут самое такое прям на постоянной основе нужное. Ложки, вилки, ножики. Вот. Ну, а тут еще реже этот будет открываться, по сути, потому что этот только там на праздники используется. Этим мы вообще, по-моему, не пользуемся. Не может, когда-то будем пользоваться. В общем, как-то так это выглядит. Это мы отнесем. Я не знаю. В принципе, мы ванную пока не делали. Это можно в ванной будет использовать. Но так как пока нету, я не знаю. Вот этот большой, по крайней мере, мне вообще пока некуда девать. Но я думаю, что там место найдется. Кстати! Может быть, мне его куда-то сюда их пришпандорить? Ой, не знаю. Условно говоря, допустим, вот так вот чай расставить. Да? Не знаю. Сейчас подумаю. Короче, посмотрим. Или сюда расставить этот... Вот эти крупы. Ладно. В общем, в любом случае, ему место найдется. Как и, я думаю, вот эти. Вот эти только не знаю. куда девать. И вот этот стаканчик тоже. Под что его использовать? Он такой вообще красивый, на самом деле. Прям вообще. Но не знаю, где его использовать. Вот так вот. Теперь мне осталось совсем чуть-чуть. Вот эти штучки, кстати, нужно прикрепить тоже в этот. Вот сюда. Типа вот так вот. Под губку вот эту. и под полотенчиком вот эти. И вот с этими полотенчиками я не знаю, что делать. Я думала, короче, заказала вот эти штучки. Думала, вот сюда куда-нибудь или как куда-нибудь сюда прикреплю. И это полотенчико будет вот так вот висеть как-нибудь. Ну, не знаю где. Может быть тут. Может быть там. Там, не знаю. Но, блин, он такой, во-первых, синий. Во-вторых, на видео это некрасиво будет. Ну, в том плане, на влогах-то пофиг, да? Но, допустим, видеораспаковку я, скорее всего, буду чаще снимать на фоне кухни сейчас. Потому что тут цвет как-то лучше. Но, с другой стороны, если будет вот на фоне вот такая штука, ну, допустим, ладно, эту фигню можно убрать, когда видео снимается. Но будет вот такая пипирка торчать. Не знаю. Наверное, это не очень хорошая идея. Поэтому я даже не знаю их теперь вешать, не вешать. Короче, заморочки блогерские. Затюлки еще не убрала. Ноненькие луки. Сегодня, я думаю, наконец-то, блины их надену. Когда мы пойдем. Вот сюда положу, потом уберу. И вот чехольчик сейчас тоже поменяю на новенький. Короче, вот такая история. А, у нас что-то корзинка стоит под картошкой. Давайте тоже. По-моему, она уже высохла. Я хочу полностью отсюда вот это все убрать, помыть. И здесь фрукты и овощи использовать. А то у меня вот тут все в картошке. Вот не поверите, вот этот ящик тоже был весь в картошке. Это просто мы уже использовали. Я его сейчас переложу полностью вот сюда. И будет вообще круто. Я заполнила. Тут, мне кажется, даже еще половины нет. Или, может быть, половина есть. В общем, сюда эту картошку можно еще класть и класть. Вот. Это я потом помою. А это мы убираем. Я не знаю, кстати, напишите, кто вообще шарит в этой теме. Я вроде как читала, что картошку нельзя закрывать. Так, как она? А, вот так вот. Вот. Ну, то есть, если так, то она полностью герметична будет. Но вот тут, по сути, дырки есть, чтобы проветривалась она. Да? Так что я не знаю. И вот туда мы его помещаем. Вроде окей. Потом, если что, вот так вот можно, допустим, открыть и взять необходимое количество. Не знаю. Напишите только мне, с крышкой его хранить или без. Кстати, я думала, куда эти средства засунуть. По сути, вот эти средства, которые у меня тут стоят, я могу их вот вот так вот сюда и засунуть. Вот видите, сразу место находится. Когда что-то покупается, сразу понять не становится, чё к чему и как. Вот. Допустим, эти все всякие вот тут будут стоять. И даже если они тут стоят, то удобно будет открывать, а тут уже мусорка будет. Ну, пока тут вода стоит. Вот и настиг, блин, капец, настиг тот момент, когда я снимала видео, с вами столько много болтала. Мы тут крепили крепежи эти, короче, а это всё не снималось. Я, наверное, минут, не знаю, 10-15 с вами болтала. Короче, вместе с вами крепила вот эти штучки прям в режиме онлайн. Ну, короче, вот такую штуку мы имеем. Одну под губку, другую тряпочку такую под тряпочку, которую, ну, в принципе, вытереть столик, там, не знаю, да. Вот, удобная тряпочка, она вообще из целлюлозы, то есть, она когда высохнет, будет такой твёрдый-твёрдый. Вот, кстати, ещё другие новенькие, то есть, такая твёрдая, а когда её намочишь, она прям такая тряпичная, ну, как тряпочка в смысле. Короче, очень удобная, не воняет, что самое главное, не впитывать в себя эти запахи. Ну, и вот так вот симпатично у нас всё получилось, то есть, по сути, мы освободили вот тут место от вот этих тряпочек, вот этих губок, в общем, очень даже красиво, блин. Я столько с вами болтала, так жалко, конечно, ну ладно, что ж теперь делать-то. О, я, короче, ещё снимала, как я всё это крепила и думала, что в распаковку убэшки тоже это всё ставлю, но теперь получается, что не ставлю. Мы уже почти уходим, я надела свои новенькие уги, давай пшикаем, мы, короче, тут пшикаем их, вот как раз стрессом, который, которое я показывала в прошлом видео распаковки, типа водоотталкивающая. Ну всё, наверное, всё. И сзади ещё осталось. А, да? Короче, худо-фонет, конечно, максимально побрызгали вот такое средство. Не знаю, как раз сегодня протестирую. Держи. Выходим, ребят. Мы приехали, приехали в моём видео, в общем, мы хотим посмотреть, как это термокод, да, по-моему, называется, да, это термокод называется, в общем, альтернатива к чайнику, который постоянно сам кипятит воду, в общем, вода постоянно горячая. И можно 24 на 7, не знаю, там, условно говоря, чай. И спокойно. В ювелирку успели зайти посмотреть мне браслетики на подарок. Не знаю, когда он подарит, правда, на 8 марта или когда, вот, но я уже жду всё. Главное, чтобы не успели разобрать, потому что мне на самом деле выбрать какое-то изделие ювелирное, достаточно сложно, особенно браслет. Я такая кабвизная, знаете ли? Вот. Короче, чуть я не вижу. А, они, по-моему, там. Да нет, мы прошли. А, прошли? Где? А, ой, блин, а че так мало выбора? Короче, это вот такая штучка, которая постоянно греется, у моей мамы вот такая есть, и это очень удобно, но, блин, тут выбора очень мало на самом деле. Мы поняли, тут только всего лишь три выбора, один из них стоит 35 тысяч, я в шоке. Блин, вот выглядит он вообще не на 35 тысяч, выглядит как будто 2000. Он пластмассовый, мне кажется, это не от него ценный. Не от него, ну просто, да, реально. И даже написано по-китайски, нажмите, видишь, китайский лучше. Блин, короче, сейчас, я не знаю, может, другой вальдорадо какой-нибудь сходим. Ребят, отгадайте, сколько это прекрасное зеркало стоит, которое, конечно же, я хочу, но это трэш, какая цена. В общем, тут она включается, идет подсветка, но стоит в мешоке просто 24 тысячи. Но эта модель, как бы, она идет отбор, собственно, поэтому. И качество, конечно, очень хорошее, прям классное. Есть, конечно, за 3 тысячи. Тут тоже подсветка, вроде бы ничего, но тут уже вот эта штука, короче, не держится. Есть такой. Но тут свет, конечно, отстойный. Ты в шоке, то, что есть за 24 тысячи зеркало? Потому что оно просто на какой-то палочке уже 24 тысячи. 24 тысячи, да, какие. это, конечно, трэш. Не по наш карман сейчас, это точно, но в будущем бы я хотела такое зеркало однозначно. Вот, тем более мне на мой туалетный столик, вообще он классно пишется, как раз вот на вот этой ножке, прям супер. А то моё зеркало стоит, оно мне здесь даже так надоело. Я хочу поменять его, но, блин, на то, что я хочу, он реально стоит дорого. Кстати, я хочу еще потом купить эту Яндекс. Станцию. Именно, кстати, вот серого цвета, но не такую, я думала, а тут нету походу. Короче, такую же вот круглую, но серого цвета, и там, где вот так вот же будет написано эти время. Вот. Ну, не знаю, либо вот такую, либо больше взять. Если честно, даже не знаю, чем они отличаются. Если кто знает и желает мне написать, то я не против, если что. Ладно, мы пошли, короче, в другой магазин ТНС, зайдем. Потому что тут реально выбор, блин, эти три термопоза, это что? Вообще, из чего выбирать? Который один стоит сколько там? Тоже 30 с лишним рублей. Ой, 30 тысяч с лишним, О, кстати, у Ирины, по-моему, вот такой. Да, точно. Ирина, ты за сколько покупала? Тут вот 23 тысячи. По-моему, у него такой же. Сошли в спортмастер, в итоге мы купили этот термопод, мы зашли в ДНС, и там выбора раз, наверное, в 5-6 было больше. Вот, сейчас зашли футболочки базовые такие примерить мужу. Готов? Давай. Давай. Ну, по-моему, вот этот цвет очень красивый. Такой он вроде и не зеленый, и правильно одел? Да. Да. Весь она большая. Ну да, сам маленький размер, что называется. Ну, она реально... Ну, слушай, но оверсайз. Они же... Слушай, тебе этот цвет идет, давай возьмем. Да, посмотри, какая она большая. Но оверсайз. Это как будто баскетбол играть. Ну, так вот сделай, типа в джинсы руку, модно. Вот. А чего, нормально? Да, нормально, блин. Ну да, немножко велика даже по этим. Ну, а что делать? Это, по-моему, самый маленький размер. Да, я с кастрючей. Че, эксцесс надо? 44? Такого нету у вас. Нет, вот этот другой по-своему, смотри. Как это другой? Ой. Да, другой. Сейчас, подожди. Ну? Нет, такой же размер эско, 44-46, та же модель, все то же самое. Нет, она вот, вот эта вот побольше. Поменьше? Поменьше, то есть. Ну, как будто бы, да, ну, странно, почему так-то? Нет, она 100% поменьше. Вот тоже большая. Может быть, из-за цвета влияет? Ну, потому что они одинаковые размеры все и одинаковые модели. Ладно, давай этот. Эту возьмем? Угу. Блин, вот этот зеленый цвет, красивый, тогда другой этот. Другой посмотрим, другой эску, может, меньше будет, блин, странно, одна, один цвет меньше, чем другой. Ну, ну, ладно, давай вот этот синий хотя бы возьмем. Уже хорошо, потому что шопинг с мужем, это, конечно, если, мне кажется, если что-то одно купили, это уже такое что-то купили. Ну, все, точно, да, вот эту берем? Да. Блин, мне на самом деле вот этот цвет просто очень понравился. Вот этот, он не совсем такой зеленый, но зеленый. Прям очень прикольный, такой классный. Все, короче, купила без вас, витуально шла. Мне, кстати, новые пакетики какие-то. В общем, приду домой, сделаю распаковку. В принципе, я совсем тут чуть-чуть купила, прям по необходимости, потому что я планирую потом заказывала там яблоки делать, поэтому прям что срочно надо взяла. Упакуешь это? Грюкзак. И, ну, футболку тоже с подпластиной взяли. Сейчас, короче, одеваемся и все, и домой едем. Привет, я вас обманула, мы еще не домой. Я же забыла, нам нужно еще купить упаковочную бумагу, вот, чтобы я дома как раз-таки упаковала подарки. Упакуем подарок наверное сегодня успеем покупать подарок, вот этот, который мы купили. Я думаю, что если время останется. И у меня еще идет заказ мамин, тоже на подарок. Это я уже, скорее всего, без вас потом буду как-нибудь, как-нибудь упакую. Мы пришли, тут есть такие рассветки, тут в основном наук, а, смотри, вот такая есть еще рассветка. В общем, мы выбираем между вот этой и вот этой и вот этой. надо такая маскарадная. А может вот эту? Вот эту, она такая, блин, как будто керсиковая, как будто не очень, что ли, не знаю. Давай, давай, или эту, или эту. Или эту, или эту? Ну, посмотри, и это маскарад, и этот маскарад, но вот эта как будто поинтереснее выглядит. Может, вот эту возьмем? Давай. Две таких, да? Короче, получается, 80 рублей стоит одна. Возьмем две. Я просто не знаю, хватит, не хватит, что точно хватило. Ой, там, по-моему, хватает. Думаешь? Да, двесть, два метра. На два метра. Ладно. Ладно, доводил. Нет, доводил. Уже пришли. Сделаю вам быстренькую распаковочку. В общем, купила вот такой сухой шампунь. Я его беру в ритуале, потому что, ну, я его нигде не видела, кроме как ритуале. Вот, золотом яблоки его нету. Я как-то взяла, короче, вот такую миниатюрку. Взяла тоже маленький объем взять, но так как маленького объема не было, пришлось взять большой. Вот, взяла большой, это как бы дома у меня будет храниться, но потом, как будут маленький, возьму еще маленький, потому что, не знаю, его удобно брать, он прям вот такой буквально. Итак, что дальше у нас тут есть? Блин, короче, легче так делать. Взяла вот этот карандаш свой любимый, который уже заканчивается у меня. Вот, купила еще второй. Самый мой любимый теперь карандаш, 0,2 оттенок у меня. Вот, больше нечего сказать. Так, тут он запечатан, ну, в общем, очень классно, мне нравится. И вот такой взяла бальзам, если честно, мне посоветовали прямо там, в Летуале, то есть, это девушка, которая обслуживала меня. Так, он, по-моему, с Макадами идет. Где тут? Бальзам, питательный, с маслом органы, и, по-моему, еще с Макадами, как она мне сказала. Вот, как его выдавится. Не знаю, я прям спросила сто пятьсот раз, точно хорошо увлажняет? Она сказала точно. Давайте попробуем-ка сразу. Ну, пахнет, он вот прям как единичка. Правда, у меня сейчас еще помада, остатки помады есть. На. Ну, такой, обычный бальзамчик, если честно, как будто в аптеке купила. Ну, не знаю. Вроде увлажняет неплохо. Не знаю даже, что за бренд, если честно. В общем, я ей сказала, чтобы она меня точно поняла, что я, как бы, пользовалась Ля Рош, поет, что они прям супер увлажняют. Я говорю, точно, хорош, она мне сказала точно. Ну, в общем, еще протестирую. Ну, я думаю, неплохой пойдет. В общем, вот такая мини-распаковочка у нас. Сейчас я пойду, наверное, переоденусь или что, или сразу, или сразу упаковать. Блин, мне кажется, если я сейчас за упаковку сяду, то это у меня просто, наверное, часа полтора сразу выпадет, потому что я упаковываю очень долго, потому что делаю я это очень редко. Вот. Ну, наверное, да, пойдемте упакуем, чтобы потом уже отдыхать. Упаковали мы с вами, ребят, этот термокод. Фигушки. Блин, капец. Я вообще что-то не подумала, что мне нужен будет такой маленький скотч. Чтобы я эту бумагу при упаковке как бы постепенно заклеивала. Короче. Вот. И, кстати, я когда еще в фикс-прайсе была, я хотела купить такую толстую красную ленточку, потому что вот с этой бумагой красная ленточка выглядит очень красиво, поэтому я ее тоже не нашла. И скотч, и ленту эту закажу на ВВД. Надеюсь, что они успеют приехать. И, собственно говоря, потом это все добро упакую, поэтому я это все пока что, наверное, сюда поставлю. И потом вернусь уже попозже. Так, что, я хотела закрыть окно. У меня, кстати, перегорела, блин, вчера гирлянда. Вот эта гирлянда у меня, кстати, хорошо светит, а вот на елке она реально, блин, перегорела, поэтому надо будет новую купить, чтобы на следующий год уже была. Так, что я хотела? Я хотела сесть за этот еженедельник, блин, свой новенький, буду, наверное, его сейчас заполнять. И, кстати, вот этот блокнотик, мне он так нравится, такой классненький, и на ощупь, и на вид симпатичный. Я его покупала в Москве как-то, блин, я хочу второй такой купить, потому что этот у меня скоро, наверное, уже закончится. Вот так вот он выглядит. И вот тут тоже такие блестящие по бокам странички. И вот этот еженедельник у меня, который был до этого. Вот, сейчас тоже вам покажу. Вот так вот выглядит неделя. Видите, вот тут как бы мало, сколько тут, раз, два, три, четыре, пять строчек на каждый день, и мне в будние дни вот их не хватает, потому что задач достаточно много бывает иногда, но намного больше, чем пять. Вот, а тут как бы, смотрите, прям вообще очень много, поэтому наконец-то я смогу хорошо, нормально заполнять. Вот, я думаю, что сейчас я заполню как раз-таки начало, то есть первым делом вот это, например, список желаний. Я думаю, он у всех есть, так, каждое, что хочет, вот, поэтому я его сначала заполню. Какие-то тут моментики, которые мне интересны, тоже заполню. Не знаю, может даже, кстати, поработаю над колесом баланса. Вот, возможно, да, заполню его, посмотрю хоть что к чему, как у меня. Трекер привычки вообще, на самом деле, не... Вообще, если честно, я не заполняю такие блокноты, там, не знаю, бывают прям скетчболки какие-то, кто-то заполняет. Я вообще не такой человек, но из-за того, что у меня бывает очень много задач и дел, я просто не могу это хранить в голове, поэтому я как бы и веду еженедельник, да, если, допустим, условно, у кого-то каждый день одни и те же задачи, то есть, встал там в 7 утра, пошел на работу, и там такая ежедневная рутина, вот, то у меня бывают разные задачи, поэтому мне удобно. И когда я веду как бы еженедельник, я его веду не с целью, чтобы было красиво, эстетично, а с целью, чтобы не забыть, и поэтому у меня выглядит это вообще ужасно. Я бываю, что даже, когда какие-то задачи я выполню, вот так вот прям зачеркиваю. Ну, то есть, это у меня не для эстетики, от слова совсем, вот, и вот такие штуки, я тоже вообще не любитель заполнять трекер привычек, но, может быть, я один заполню, не знаю, посмотрим. Наверное, я буду заканчивать, ребят, этот влог, мне кажется, он такой достаточно насыщенный вышел. Всем большое спасибо за просмотр, буду рада вашим комментариям, лайкам, подпискам, мне это очень приятно, я это, безусловно, ценю, вот, очень сильно люблю вас, обнимаю, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok